Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить все лайки. Сегодня, поскольку понедельник, состоится традиционный вебинар и голосовой стрим в нашем телеграм-канале в 16.00 по московскому времени. Поэтому, если есть желание крупными мазками еще раз для себя определить тенденции, которые будут и должны быть, с учетом новостного фона, характерны для индекса американского доллара, для европейской валюты, для рынка нефти, для американского фондового рынка, найдите сегодня время и подключитесь к прямому эфиру. Если будет особая необходимость, сможете, опять же, задать вопрос прямо онлайн и получить, соответственно, на него ответ. Также, друзья, напоминаю, что ваши вопросы вы можете оставлять также в комментариях в нашем телеграм-канале. Каждый пост можно комментировать, причем приветствуется обратная связь не только в формате, что будет с тем или иным финансовым активом. Вы можете также делиться вашим мнением относительно того, как нам лучше сделать контент, что нам нужно добавить, чем разнообразить. Мы, безусловно, хотим добиться того, чтобы в рамках одного трейдерского сообщества, в данном случае в рамках канала Маркет с вторыми идеями, вы получали максимум информации, необходимой для принятия торговых решений. Ну что ж, к тем тенденциям, которые развиваются сегодня с открытием новой недели. В целом, рынок нас продолжает радовать, потому что индекс доллара растет. Это новые многомесячные и, можно сказать, даже многолетние хаи. Европейская валюта снижается, американский фондовый рынок также нисходящая мощная пике, которая с большой долей вероятности продолжится. На этой неделе у нас отчитываются такие мастодонты, как Apple, Microsoft, Amazon. И что-то подсказывает мне, друзья, что вряд ли мы увидим такие уж выдающиеся результаты, как это было в прошлых кварталах. И для технологического сектора, конечно же, еще одна порция слабых релизов может стать дополнительным якорем, который усилит рыночную панику, связанную с перспективой ужесточения американской монетарной политики. Поэтому S&P развивает не просто локальную коллекцию. Я ранее уже сигнализировал, друзья, что, скорее всего, выше 4,5 тысяч мы при таком новостном фоне не уйдем. И, может быть, мы, когда началась коррекция с отметки 4,500, может быть, мы становились свидетелями уже полноценного разворота. Сейчас котировки по S&P 4239 пунктов. И я отчасти был прав, друзья. Но если S&P в ближайшие недели окажется в районе 4,000, сломает эту поддержку и отправится ниже, то, соответственно, будет уже пахнуть дело не просто на разворот, а на начало нового медвежьего ралли с потенциалом захода в район 3,5 тысяч. Но это уже, опять же, разговоры будущих периодов и следующих брифингов. Что касается индекса американского доллара, 101.23, друзья. Причем рост доллара продолжает опираться на важнейшее фундаментальное событие прошлой недели. Это панельную дискуссию главы американского центрального банка, скажем так, возьмем кавычки, конечно же, потому что не совсем уместно говорить про американский в типе именно центральный банк. Глава федеральной зерной системы Джером Паул, выступая вместе, обсуждая перспективы национальных денежных кредитная политика с главой Европейского центрального банка Каисин Лагард, повторил, друзья, что на заседании, которое состоится, заседание ФРС, конечно же, уже на следующей неделе, 2-3 мая, еще раз убеждаюсь в том, как все-таки быстро течь на время и насколько быстро она движется вперед. Ставка будет повышена на 50 базисных пунктов. Напоминаю, что ставка была повышена на 25 базисных пунктов по итогам мартовского заседания. И вот, пожалуйста, следующее заседание и снова еще один очередной шаг по ужесточению монетарной политики. Последний раз ставка американского регулятора повышалась на двух заседаниях в подряд 2006 году. И в 2000 году ставка была повышена на 50 базисных пунктов. И вот опять американский регулятор оказался в тех условиях, которые требуют такого же агрессивного подхода. По мнению Павла, ставка будет расти и дальше, потому что того требует ситуация. Причем темпы повышения могут остаться такими же агрессивными. Поэтому участники рынка, собственно, уже стали закладывать возможность даже трех повышений ставки сразу на 50 базисных пунктов. Но это все равно еще более-менее нейтральная оценка, если сравнивать со взглядами Джеймса Булларда, главы ФРБ Сент-Люиса, который две недели назад просигнализировал об уместности повышения ставки на 75 базисных пунктов. Друзья, ставки будут расти. Соответственно, доходности американских облигаций тоже будут идти следом. Сейчас десятилетки на опланке 2,85%. И это, конечно же, очень хороший бэкграунд для дальнейшего роста курса американского доллара. Я советую вам сейчас не искать причины для снижения индекса американской валюты. Вы их попросту не найдете, потому что не может индекс доллара ни с того ни с сего сейчас скорректироваться тогда, когда неделя остается до повышения ставки на 50 базисных пунктов. Плюс ко всему, я повторяю, что мы очень долгое время с вами обсуждаем как раз возможность повышения процентной ставки. Но уверяю вас, друзья, индекс доллара начнет расти еще динамичнее, когда мы получим более-менее ясную картину того, как американский регулятор планирует начать сокращать баланса. То есть, когда будет закончена программа количественного ужесточения. И я допускаю, что первые серьезные шаги в этом направлении, хотя бы с анонсом конкретной дорожной карты на последующие периоды, будут сделаны уже как раз на заседании 3 мая. Ждем, друзья. Доллар и иена. Очень много в комментариях вы писали, когда же будет разворот. Вас интересовало именно, будут ли интервенции со стороны Банка Японии 28 апреля. На этой неделе, в четверг, пройдет заседание Банка Японии. И если кто-то из вас серьезно настраивается на какие-то интервенции и конкретные действия Банка Японии, они могут быть произведены уже в этот четверг. Например, повышенная ставка. Поэтому я допускаю, что будет все-таки по паре. Еще заход в район 130 йен за доллар. И потом уже может начаться коррекция. Золото 1922 доллара за тройскую унцу. Смотрим на Кайман, друзья. Сейчас он сигнализирует о том, что короткие сделки остаются в приоритете. И рано еще задумываться о лонгах. На прошлой неделе я ждал все-таки снижения в районе 1920 и там хотел купить. Но я рассчитывал на то, что поближе к этому уровню рыночное позиционирование начнет меняться. Но мы видим, что по-прежнему на рынке преобладают покупатели. 75% против 25% продавцов. И рынок идет, конечно же, в сторону меньшинства. Если вас интересует золото, заходите на сайт компании «Маркетс», открываете раздел «Инструменты для клиентов» и оцениваете ситуацию по данному активу, по золоту. Когда расстановка сил начнет смещаться в сторону баланса 60-40, я думаю, вот там, друзья, и будем искать точку входа в лонгах. По другим финансовым активам европейская валюта против доллара 1,0784. По итогам выборов во Франции победу удержал Макрон. То есть он следующий президент Франции на последующие, по сути, 5 лет. Соответственно, политическую тему мы с вами закрываем. Ну, хотя бы одним политическим риском меньше. Это, наверное, неплохо. Достаточно и другого фундамента, на котором мы оставимся сфокусированы и который используем для того, чтобы евро ошартить. Лагард на прошлой неделе подтвердила, что ставки не будут повышены как минимум до конца этого года. И я допускаю, что программа количественного смягчения также, если и будет свернута, то не раньше конца третьего квартала. Мягкая экономическая политика – это для меня основа для короткой позиции. Вкупе с укреплением доллара, ростом индекса американской валюты и евро, я жду на отметке 1,07 и ниже. Американский фондовый рынок – 4239 пунктов. Перспектива ужесточения монетарной политики все-таки больно ударила по настроениям трейдеров и заставила индексы отступать. Как я уже отметил в начале этого выпуска, очень много будет зависеть от характера и силы отчетов предстоящих релизов компаний. Ждем отчетность, будем анализировать на ежедневной основе, но пока что я настроен на то, что индекс S&P протестирует 4200 пунктов. Это уже ниже нашей цели, но можно сходить и еще ниже. Доллар канадец 1,2731. Эта валютная пара разочаровала. По сути, все, что мы укрепляли и видели в плане роста по канадцу буквально с середины прошлого месяца было отыграно покупателями. Американцы против канадского доллара за последние две торговые сессии. Пока что, друзья, я принял решение все-таки оставить в покое этот тандем валютных активов. Нужно дождаться возвращения покупателей на рынок нефти. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие недели. И подождем непосредственно заседание канадского регулятора уже совсем скоро. Как трейдеры будут настраиваться и какое решение будет ждать. Вот если все-таки позиционирование будет в сторону неизбежного ужесточения монетарной политики, тогда снова начнем покупать канадский доллар. Но это опять же впереди. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой недели. Всем пока.